добрый вечер добрый вечер все кто к нам присоединились сегодня продолжим разговор о 3 маковейской книги в прошлый раз мы сделали общее введение эту книгу и начали ее читать убедились том что в этой книге причудливым образом переплетается реалий фантазии и видимо это делается автором совершенно намеренно то есть он пытается представить происходящее как некий исторический нарратив вполне реальный а для этого он использует какие-то действительно реальные факты в самом начале и плавно вводит нас в некоторую ситуацию у которой нет никаких подтверждений того времени вот и чем дальше продвигаясь по тексту тем больше эта ситуация будет казаться абсолютно абсурдный но самое парадоксальное самое поразительное состоит в том что несмотря на абсурдность и казалось бы абсолютную нереалистичность описываемые ситуации автор 3 маковейской книги в каком-то смысле напророчил то чему мы являемся свидетелями сегодня то чем то что постигала еврейский народ на протяжении столетий я напомню вам очень кратко содержание первой главы я сейчас открою открою сейчас файл перед вашими глазами и так речь идет о самом конце третьего века до новой эры долемеевский египет полемей филопатар это четвертый лагиды или четвертой из династии птолемея идет война серия войн между птолемеями и селевкидами и вот на данном витке во время одной из войн филопатру удается одержать победу над антиохом третьем происходит 217 году до новой эры в районе рафиаха на который называется на греческом арафия и это абсолютно реальные события попутно он сообщает нам о некоторой попытке устроить покушение на царя человеком по имени феодот которого которая предотвратил человек по имени досифей мы обращаем внимание что имена эти зеркально представляют собой зеркальное отражение друг друга и кроме того обратили внимание на то что досифей который родом иудей и он предотвращает заговор немедленно отсылает нас к истории книги стер где мордыхай также точно предотвращает заговор против царя ахашвироши появляется здесь сестра жена антиоха вполне реальное лицо арсеноя которая которая согласно и другим историческим источникам находилась в лагере египетского войска во время этого боя но здесь автор уже начинает как бы драматизировать обстановку описывает то как арсеноя распусти волосы с плачьими слезами ходит по войску и пытается поднять боевой дух и таким образом филопатор побеждает и дальше он проверяет так сказать свои владения ходит по городам и заходит в святилище в храмы где приносит дары бога так он доходит и до рызу иерусалима принеся бить жертву как сказано великому богу и тут он желает войти внутрь храма в святилище и ему пытается объяснить что этого делать нельзя по еврейскому закону но он упрямится и требует чтобы его пустили и утверждает что он войдет независимо от того дадут ему это сделать или не дадут и тут как бы драматизм достигает некоторые точки экстремума все начинают молиться и просить и плакать храм тут на сказано полна наполняется воплями и слезами а также весь город тоже в ужасе и в плаче вплоть до того что невесты выбегают из брачных чертогов и бегают по городу матери и кормилицы оставляют новорожденных детей в общем картина полного хаоса и одновременно молитвы при этом мы обратили внимание что автор третьей маковейской не не приветствует попытку вооруженного решения конфликта рассказывает о том что были такие которые хотели силы не допустить птолемея храм но священники и старейшины удержали их от этого поскольку считали это видимо во первых достаточно опасным а вторых полагали что если может прийти спасение то только от бога поэтому продолжается молитва и говорится тут что царь уже сделал шаг вперед чтобы войти в святилище и даже тогда приближенные его начали вместе с евреями умолять бога чтобы тот не допустил такого святотатства на то есть когда вот это понимание того что это святотатство не чуждо даже самим или образа эллинов и дальше нас будет здесь сопровождать в этой книге и вот как завершалась эта глава таким вот тоже на драматичные драматическим описанием казалось что не только любую и самые стены и все основания в пиево пьяли как бы умирая уже за осквернение священного места этим закончилась первая глава начинается глава 2 мы сейчас будем читать постараемся не прочесть вторую и третью главы появляется образ первосвященника симона или шимона книга написана по-гречески поэтому здесь симон естественно это не шимон маковей на это не брат иуды потому что здесь вообще семья маковеев никак не фигурирует и по времени как мы уже сказали события описанные в этой книге по меньшей мере лет на 50 предшествует событиям маковейского восстания но имена повторяются и вот первосвященник симон преклонив колени перед святилищем благоговейно распростерший руки творил молитву и мы уже видели это и во второй маковейской книге например в эпоху второго храма любили авторы перед подробно передавать молитвы на самом деле мы видим это и в книгах тонах книги даниэля книги нехэми книги времен есть длинные длинные молитвы на много стихов такого рода молитвы мы практически не находим в эпоху в литературе эпохи первого храма и конца эпохи первого храма почти нет если есть молитвы то они достаточно краткие а уже потом более позднюю эпоху вы делались попытки вложить в уста библейских персонажей молитвы там где с точки зрения авторов их явно не хватало пример и решит у нас практически ни один из персонажей не молятся не озвучивает молитвы и эти молитвы появляются в литературе второго храма в раввинистических мидрашах и вот здесь вот пример такой молитвы очень длинный господи господи царь небес и владыка всякого создания святой во святых единовластвующий вседержитель надо отметить сразу же что некоторые из эпитетов они как бы являются типично гречески а скажем такие как единовластвующий это кстати говоря слово хорошо нам знакомая то монах на греческое слово монах призри на нас угнетаемых от безбожника и нечестивца надменного дерзостью и силы опять же это постоянный мотив который из знаком нам и из книг танаха особенно в эпоху пленную и пост пленную когда и народный владыка грешит вот этой надменностью и его нужно как-то обуздать так представлены книги даниэля например нам куда носа ибо ты все создав и всем управляющий праведный владыка ты судишь те которые делают что ли что-либо с дерзостью и превозношением ты некогда погубил делавших беззакония между которыми были исполины надеявшиеся на силу и дерзость и на нее навел на них безмерные воды а значит о чем идет речь судя по всему судя по всему речь идет о том что в торе не очень ясно прописано непосредственно перед рассказом о потопе есть такая очень короткая история о том как сыны человек божии сходились дочерьми человеческими от них рождались исполины связь этой истории с потопом в самой торе носит скорее характер чисто локальный нигде не заявлено что эта история каким-то образом предваряет рассказ о потопе но но именно так это было истолковано уже в эпоху второго храма и впоследствии в роминистическом мидрше торн а вот эти исполины были равно как и их отцы сыны божьи были восприняты как некоторые бунтующие против бога силы которые в частности научили людей греху и во вследствие этого и был наведен потоп а так это описано например в книге юбилеев так это описано книги ханоха так описывает это и даже человек который писал не художественные произведения скорее философский трактат и филон александрийский у него есть целый трактат который называется об исполинах вот здесь на это делается намек вообще надо сказать в этих молитвах и в этих речах где обращаются к богу очень часто мы еще это увидим и дальше как бы вспоминаются какие-то прошлые события где бог вершил справедливый суд и спас израиль спас праведных ты сжег огнем и серую сада санамлян поступавших надменно явно делавших зло и поставил их в пример потомкам ну и конечно мы доходим здесь и до фараона ты дерзкого фараона проработившего твой святой народ израиля посетил различными и многими казнями и вел твою власть и показал твою великую силу и когда он погнался за ним ты потопил его с колесницами и множеством народа во глубине моря а тех которые надеялись на тебя то есть израиль владыку всякого создания ты провел невредимо и они увидев дела руки твоей восхвалили тебя вседержительно вседержитель кстати говоря это тоже греческий термин буквально владыка всего пантократа то есть вот когда есть некоторые эпитеты которые как бы вносятся в полубиблейский нарратив да здесь но они известны нам как раз вот по ситуации и вообще по греческой литературе ты царь создавший беспредельную неизмеримую землю избрал этот город и осветил это место во славу тебе теперь как бы речь идет о том что есть связь между сотворением мира и храмом на тоже очень известный мотив в литературе второго храма и провинистической литературе уже намеком данный в самой в самом танахе ты царь создавший беспредельную неизмеримую землю избрал этот город и осветил это место во славу тебе ни в чем не имеющему нужды это как бы опять же такой характерный штрих который и в и в арминистической литературе появится бог который ни в чем не нуждается и прославил его твоим величественным явлением обращая его к славе твоего великого и досточтимого имени по любви к дому израилу это обещал что если постигнет нас несчастье и и об имя ты унитени и мы придя на место сия помолимся ты услышишь молитву нашу это намек на сказанное в книге млохим когда царь шломо построив храм обращается с большой тоже молитвой к богу и вот как раз примерно такую вещь и говорит и ты верен и истинен и много раз когда отцы наши подвергались бедствиям ты помогал им в их скорби избавлял от великих опасностей вот и мы святой царь за многие великие грехи наши бедствуем преданы врагам нашим и из не могли от скорбей а всегда такого рода молитва включает себя элемент исповеди элемент признания греха на то есть мы страдаем не просто так мы страдаем за наши грехи мы просим тебя смилостивиться над нами в таком упадке нашим этот дерзкий нечестивец покушается оскорбить это святое место посвященное на земле славному имени твоему ибо хотя жилище твое небо небесное достижимо для людей но ты благоволив я ведь славу твою народу твоему израилю осветил имя сие и это тоже очень известный такой момент который мы находим уже в библейской литературе что такое собственно говоря храм а произносится несколько раз как правило в поздних текстах что даже небо не может вместить бога и так вместилище его недостижимо для людей а уж тем более какое-то строение которое создано руками человеческими и тем не менее бог осветил своим присутствием это место славу или своей именем а то есть вот как бы это некоторое напряжение проявляется и здесь в этой молитве не отомщай нам за нечистоту их и не накажи нас за осквернение чтобы не тщеславились беззаконники в мыслях своих и не торжествовали в превозношении знака своего говоря мы попрали дом святыни как попираются на москве а это звучит на самом деле достаточно актуально и сегодня бы с одной стороны с одной стороны первосвященник симу священник симон признает признает грешность народа израиля с другой стороны он просит остановить беззаконника и которые несут собой скверну которые торжествуют когда попирают святыни израиля мы попрали дом святыни как попираются дома скверны под домами скверны естественно подразумеваются языческие храмы так он их здесь называет надо сказать что как бы здесь автор вкладывает в уста самих этих нечестивцев язычников то как он на самом деле воспринимает языческий храм понятно что язычники не будут называть свои храмы домами скверны но именно так уже и в книге даниэля и здесь тоже называется языческий храм дом скверны мерзость повторяю звучит довольно актуально сегодня поскольку мы как раз сталкиваемся с не раз и не два ситуациями когда такого рода беззаконники попирают если не сам дом святыни хотя он его тоже в известном смысле то по крайней мере те или иные атрибуты с ним связаны как сейчас моей памяти стоит извините за это краткое отступление то как в 2005 году израиль выйдя из поселений душ катифа был свидетелем тому как ворвавшиеся туда бандиты оскверняли здание синагог это то что здесь уже содержится оставь грехи наши отпусти неправды наши и ви милость пою в час сей скоро до предварят нас щедроты твои дай хвалу устам упавших духом и сокрушенных сердцем даруй нам мир на этом заканчивается длинная молитва первосвященника симона мы увидим что а третья маковейская книга построена достаточно симметричным образом и в конце после спасения уже после спасения точнее перед самым спасением будет еще одна молитва произнесена еще одним священником опять же носящим вполне знаково известное имя эльоза и эта молитва услышана в 3 маковейские книги в отличие даже от 2 где есть какое-то все-таки подобие некоторой последовательности событий здесь может пройти определенное время между молитвой и тем как события свершились во благо иудеев но здесь сразу же мгновенно это происходит бог слышит молитву как тут сказано всевидящий бог и над всеми святой во святых услышав молитву смирения поразил надмивавшегося насилием и дерзостью сотрясая его туда и сюда как тростник ветра так что он лежа недвижим на помосте и будучи расслаблен членами не мог подать даже голоса постигнутой праведным судов во второй маковейской книге у нас тоже были похожие сцены с одной стороны то как был поражен гелиодор посланный антиохом в ограбить храм с другой стороны поражение самого самого антиоха эпифана сам по себе вот этот мотив мотив поражения надменного надменного язычника он как бы в этом смысле не является чем-то из ряда вон выходящим но здесь как бы повторяю все это происходит мгновенно произносится молитва и бог сразу же на нее отвечает и поражает поражает филопатом тогда его друзья и телохранители видя внезапную тяжкую казнь постигшую и опасаясь чтобы он не лишился жизни поспешно вынесли его будучи сами поражены чрезвычайным страхом еще один такой тоже существенный момент это это попытка представить нечестивца как человека который одним уроком не довольствуется казалось бы ему уже дан знак что лучше не противостоять противостоять иудеи но тем не менее сюжет на этом не завершается а наоборот начинается новый итог через несколько времени придя в себя после испытанного наказания он нисколько не пришел в раскаяние удалился жестокими угрозами а то есть как бы это его ничему не научила а наоборот только еще больше озлобила и вот как бы на этом заканчивается иерусалимская часть книги и больше иерусалиму возвращения не будет возвратившись в египет возвратившись в египет умножая дела своей злобой он с упомянутыми участниками в пиршествах и друзьями это один из одна из деталей в третьей маковейской книги которая тоже позволяет как мы уже в прошлый раз отмечали сказать что возможно начало книги утеряно потому что никакие участники в пиршествах и друзьях и друзья патолемея раньше упомянуты не были а то есть упоминается только здесь вот так что видимо действительно начало до нас не дошло забывшими всякую справедливость не только присыщался бесчисленными постыдными деяниями пороком странное немножко слова студодейство но дошел до такой дерзости что произносил проклятие на иудеев и многие из друзей его смотря например царя и сами следовали его желание значит проклятие или как предлагаю другие переводы клеветов что он клеветал на иудеи наконец он решился публично придать позор народу иудейский и поставил на башне своего дворца столб сделав на нем надпись сделав на нем надпись кто не приносит жертв кому не входить свои священные места что это значит это очень странные странная фраза и какого какое на какое отношение на имеет иудеи кто не приносит жертв кому не входить свои священные места видимо так полагают комментаторы подразумевается синагоги как мы знаем в отличие от египетских святилищ которые в чем-то были схожи с синагогами и некоторые даже исследователи утверждают что как бы в каком-то смысле институт синагог который возник впервые как раз талимеевском египте претерпел на себя влияние египетских храмов единистических храмов того времени но при этом это все-таки были и листить и листить и листить и закрытые места куда вход был открыт только священниками там приносились жертвы синагогах как известно жертву не приносились и поэтому возможно имеется ввиду как раз удар по синагогам то не приносит жертв тому не входить свои священные места иудеев же всех внести в перепись простого народа и зачислить в рабское состояние на кто будет противиться тех брать силу лишать жизнь это у нас нет сведений точных что при риме и филопатрии производилась такая перед вот но но можно сказать с очевидностью что наш автор наш автор явно намекает на историю порабощения евреев в египте вторе он намекает на эту историю и и увидим что и дальше это будет сопоставление усиливаться причем более того мы также увидим что автор стремится к тому чтобы показать что то что происходит сейчас с иудеями в египте еще более страшная вещь чем то что произошло с и время во времена древние когда фараон египетский порабощал евреев и он действительно отдал приказ уничтожить всех младенцев мужского пола здесь все будет гораздо хуже как мы увидим здесь впрочем тоже говорится сейчас о том что те кто будут противиться переписи с тем чтобы зачислить рабское состояние тех брать силы и лишать жизнь внесенных же в перепись отмечать выжигая им на теле знак диониса лист плюща после чего отпускать их назначено им состояние с ограниченными правами такое не очень ясное не очень ясное утверждение видимо тут подразумевается несколько групп одна группа одна группа это группа людей которые просто становятся рабами вторая группа это те которые противятся их нужно казнить а кроме того видимо существует дополнительная группа которые добровольно вносится в перепись им выжигают на теле знак диониса лист плюща то есть тем самым приобщая культу дионисе надо отметить что с одной стороны около такое клеймо это знак раба или преступника с другой стороны повторяю это принадлежность культу и нас есть такого рода свидетельство и более того по поводу самого толемея филопатра есть свидетельство что на нем был такой вот тоже знак надо отметить что в среди эллинистических писателей того времени существовало нас есть свидетельство такого рода представления о том что дионис и бог израиля это в общем одно и то же божество почему потому что видимо это было связано с праздничными процессиями в суккот когда суккот носили растения то что мы называем арба амени и это воспринималось как что-то напоминающее праздничные процессии в честь диониса где носили тоже стене в частности плющ и вот этих людей отпускают назначенное состояние с ограниченными правами какие именно эти ограниченные права сказать трудно чем именно их ограничить решили но надо иметь ввиду что в предшествующие времена при полеме и лагиде сотере и затем особенно при полеме и филадельфий евреям александрии были даны гражданские права сравнивающие их с эллинистическим населением вот теперь согласно нашему рассказу полемей филопатор разнамерился лишить их это добавляет но чтобы не сделаться ненавистным для всех он прибавил надписи что если кто из них пожелает жить по обрядам языческим то есть вовсе оставит еврейскую веру тем давать равные права с александрийскими гражданами тем то есть оставлять те права которые были до сих пор посему некоторые ради права гражданского презрев отечественное благочестие поспешно передались как будто могли они от будущего общения с царем приобщиться великой славе то есть иными словами предали свою веру и одним из этих людей судя по всему автор третьей маковейской книги считает того самого того самого иудея по имени досифей который спас царя и который как было сказано отверг впоследствии законы и отрекся от веры отцов и мы еще к этому вернемся вообще в главными врагами в третьей маковейской книги являются помимо самого царя те иудеи которые предали веру отцов но большая часть говорит он укрепились мужеством духа и не отпали от благочестия они отдавали деньги за жизнь свою и безбоязненно пытались избавиться от записи то есть иными словами пытались дать взятку за то чтобы не их не включали вот в эту перепись имея добрую надежду получить помощь возможно подразумевается божественная помощь и божественное заступничество и этот павших отвращались почитая их врагами своего народа избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения на и таким образом вот намечается несколько групп среди египетских евреев одна из групп это пассивные которые готовы принимают перспективу стать рабами вторая группа это как раз активные противники которые готовы бороться за свою веру вот в частности тем что до отдавали деньги за с тем чтобы их не включали перепись и третья группа которые предали свою веру здесь завершается глава 2 начинается глава 3 постепенно усиливается романтизм как бы ярость царя увеличивается узнав о том то есть о том что иудеям удается избежать включения в перепись нечистивец пришел в такое неистовство что не только озлобился против людей в живших в александре но обнаружил жестокую вражду и против обитавших в целой стране приказав немедленно собрать всех вместе и предать позорнейший смерти а вот здесь мы как бы доходим вот да собственно основного сюжета книги он хочет уничтожить весь народ израиль который живет на территории египта всех предать позорнейший смерти какой именно позорнейший смерти мы это это мы узнаем чуть позже но как мы видим опасность которая нависает над иудеями египта оказывается еще более страшной чем та которая надвисла над иудеями египта сновьями израиля жившими в египте в древность во времена муше а с другой стороны это опять же соединяет наш сюжет и разумеется с сюжетом книги эстер где по навету амана царя хашвирош отдает приказ уничтожить всех евреев персидской империи это сходство носит принципиальный характер но при этом как мы увидим есть и принципиальное различие я самого начала сказал что третья маковейская книга в целом представляет собой антитезу книги эстер когда готовилась это дело распространен был людьми одномысленными злодейству то есть теми которые теми которые готовы были совершать злодеяния против иудеев злой против народа иудейского по поводу не очень в переводе который здесь приводится не я не ясно что написано речь идет о распускании слухов порочащих иудеев будь на основании того будто они уклоняются от исполнения законных обязанностей это опять же нас нас сразу же приводит из вызывает ассоциацию со знаменитыми словами амана не ги эстер когда он придя к царю ахашвирошу говорит ему пытаясь убедить в том что евреев надо надо уничтожить говорит ему что есть народ который не соблюдает законы царя а вот и здесь тоже они уклоняются от исполнения от законных обязанностей между тем говорится дальше иудеи хранили доброе расположение неизменную верность царям это очень важный такой момент в третьей маковейской книге иудеи абсолютно лояльны иудеи живущие в египте абсолютно лояльны к по отношению к талемея такова ситуация на самом деле книги эстер но книга эстер это не акцентирует и не проговаривает а здесь это такой вот очень важный момент что на самом деле это полная клевета потому что иудеи абсолютно лояльны по отношению к царям но они почитали бога жили по его закону и потому в некоторых случаях допускали отступление отмены по этой причине они казались некоторым враждебными у всех же других людей добрым исполнением всего справедливо они приобретали благоволение а такое очевидно что то что здесь написано это это апологи как у кого-то включили кто-то включил микрофон и создает шум это попытка объяснить попытка опять же отсутствующая в книге эстер в чем собственно говоря заключается отличие иудеев от других народов что служит основой навету клевете что за отступление отмены на здесь в переводе не очень ясно на самом деле более правильный перевод что почитая бога и живя сообща по его закону они держались особняком в том что касается пищи и по этим причинам по этой причине некоторым казались враждебными опять же книга эстер заметьте не упоминает какие-то явные характерные признаки черты которых народы иудейские отличается от других народов а значит аман говорит нечто общее но не конкретизирует и дальше в книге эстер нет никакого упоминания этих законов третья маковейская книга которая пишется позднее явно уже в эллинистическую эпоху это акцентирует и объясняет а мы знаем что эллинистические позднее римские авторы тоже постоянно обвиняли евреев мизантропии из-за того что они ведут отделенный образ жизни но на самом деле он говорит добрым исполнением всего справедливо они приобретали благоволение людей несмотря на это известный добрый образ жизни этого народа иноплеменники считали него что вот здесь на самом деле упоминается тоже пища не только в переводе который я прочитал они замечали только различия в богопочтении и пищи и говорили что эти люди не допускают общение трапезы не с царем не с вильбошами что они завистники великие противники государства и таким образом разглашали о них намеренные пулы а все это звучит очень похоже действительно на антисемитские памфлеты уже в талимеевском египте такого рода вещи мы встречаем манифона пиона который упоминает иосиф лавий и впоследствии у более поздних авторов римских авторов там скажем так это и у других жившие в городе эллины не испытавшие от них никакой обиды видя неожиданное волнение против этих людей внезапно их стечение хотя не могли помочь им ибо царское было распоряжение однако утешали их негодовали и надеялись что дело переменится а то есть тут появляется некий совершенно отдельный образ инородцев которые испытывают симпатию по отношению к иудеям которые им помогают да сегодня бы мы их назвали хасиде умота у нам а которые пытались каким-то образом если нет физически то по крайней мере как-то морально поддержать иудеев это элли то есть а кто остальные которые с большим удовольствием участвуют в готовящемся погроме это в первую очередь видимо по мысли автора местное население египтяне есть еще и третья категория живущих в египте есть эллины есть иудеи есть египтяне которые кстати говоря не имели равных с эллинами гражданских прав и мы знаем что первые антиеврейские погромы полемеевском египте исходили как раз вот египтян ибо нельзя было пренебрегать таким множеством народа ни в чем не повинного впрочем некоторые соседи и друзья и производившиеся не производившие с ними торговлю тайно принимая некоторых из них обещали помогать ими делать все возможное к их защите а то есть вот эти люди и время помогает и вот мы дошли до указа а он время надмиваясь временным благополучием и не помышляя власти величайшего бога думал неизменно оставаться в том же умысле и написал против них такое письмо царь птолемей филопатов обитателям египта и местным военачальникам и воинам радоваться и здравствовать и я же сам здоров и дела наши благоуспешны после похода предпринятыми нами вазь который как вы сами знаете который как мы сами как вы сами знаете неожиданную помощью богов и наши усилы согласно нашему намерению достиг счастливого окончания под счастливым окончанием видимо подразумевается уже не поход в азии а победа при рафии над антиохом мы думали благоустроить народы обитающие в келе сирии и финики то есть иными словами как раз территория эры цесраэль сирии и ливана современно не силу и оружия но с нисхождением и великим человеколюбием охотно благодетельствуя им давая по городам богатые вклады храмы мы пришли в иерусалим положив почтить святилище этих негодных людей никогда не оставляющих свое безумие на евреи обвиняются в безумии что тоже характерно для антисемитских памфлетов того времени они же приняв наше прибытие на словах охотно а на деле коварно когда мы желали войти в храм и почтить его подобающими наилучшими дарами напыщенные свою древнюю гордостью возбронили нам вот не потерпев от нас насилия по человеколюбию какое мы имеем ко всем людям явно обнаружив свою враждебность против нас они одни только из всех народов упорно противиться царям и своим благодетелям и них дня не хотят исполнять ничего справедливого мы же снисходя их безумию и тогда как возвращались с победами в самом египте принимая человеколюбие человеколюбиво все народы поступали как надлежало надо сказать что антиох в прошу прощения птолемей не сообщает естественно той истории которая произошла согласно третьей маковейской книги в реальности что он был поражен богом и поэтому не смог в результате войти в храм эту деталь он опускает между прочим объявляя всем о нашем не памятозлобе иких одноплеменников мы решились вести перемены так как они служили нам на войне и занимались весьма многими делами издавна по простоте предоставленными им то мы хотели даже удостоить их прав александрийского гражданства и сделать участниками исконного жречества да значит тот факт что евреи служили в египетской армии это факт совершенно реальный мы знаем что еще до эллинистической эпохи в персидскую эпоху возникает еврейский гарнизон на юге египта или фантина ильев при при еще фараонах того времени вот а потом мы знаем что и при птолемеях евреи сначала как военнопленные которые пригнаны а потом и как полноправные солдаты служат в египетской армии что касается удостаивания александрийского гражданства то это здесь явно птолемей как бы привирает потому что это гражданство и так у еврея у евреев существовало поэтому поэтому он так согласен то есть он в этом указе и опять же исходя из нарратива третьей маковинской книги потому что он как раз попытался лишить иудеев александрийского гражданства он представляет здесь то что они смогут стать участниками исконного жречества как нечто от некой некий да хотя евреи естественно в большинстве своем от этого отказываться они же приняв это в противность себе и по сродному их злонравию отвергая добро и склоняясь всегда к худому не только призрели неоценимое право гражданства но и гласно и негласно внушаются тех немногих из них которые если не расположены к нам постоянно надеясь что мы вследствие беспорядочного образа жизни их их скоро отменим наше установление посему мы достаточно убедившись опытом что они при всяком случае питают неприязненные против нас замысла и предвидя что когда-нибудь при возникшем неожиданно против нас возмущении мы будем иметь за собой в лице этих нечестивцев предателей жестоких врагов а это немножко перекликается опять же с тем что написано в книге шмот где фарафор он говорит что если начнется война то евреи уйдут из земли фактически обвиняет обвиняет народу израиля потенциальной измене вот ровно это здесь и говорится да что они предадут мы будем иметь за собой в лице этих нечестивцев предателей жестоких врагов повелеваем как скоро будет получено это письмо тотчас упомянутых нами людей с их женами и детьми с насилиями и истязаниями заключив железные оковы отовсюду выслать к нам на смертную казнь беспощадную и позорную достойную таких злоумышленников если они в один раз будут наказаны то мы надеемся что на будущее время наши государственные дела придут совершенное благоустройство и наилучший порядок если же кто укроет кого из аудеев от старика до ребенка не исключая грудных младенцев должен быть истреблен со всем его домом жесточайшим образом а кто откроет кого-либо тот получит имение виновного еще 2000 драхам огромная сумма из царской казны получит свободу и будет почтен о какой именно свободе здесь идет речь не очень понятно возможно что речь идет о рабах которые получают свободу всякое место где будет пойман укрывающийся иудей должно быть опустошено и выжжено так чтобы никому из смертных ни на что не было годно на вечные времена таков был смысл письма на этом заканчивается эта глава несколько слов итоговых значит у нас нет никаких данных о попытках птолемея филопатра уничтожить евреев египта ничего подобного ни в какой литературе не написано хотя есть как мы увидим в дальнейшем сведения о том что более поздний птолемей птолемей восьмой фискон действительно совершил 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 пытался совершать разного рода козни по отношению к александрийским евреям здесь это все носит как бы такой всеобщий характер всеобщий характер а возможно это плод фантазии автора третьей маковейской возможно это навеяна ему книга эстер и ее и замыслом амана поддержана махашвироши уничтожить всех евреев но поразительно то что этот указ филопатра звучит как зловещее пророчество о том что нам хорошо известно из истории еврейского народа вообще и особенно из наиболее поздней еврейской истории ибо письмо это этот указ о том как нужно уничтожить всех евреев которые являются предателями и врагами и что всякий кто укрывает иудеев должен быть истреблен а тот кто их открывает наоборот получает тот кто их сдает получает дары звучит совсем похоже на на ситуацию которая происходила в третьем рейхе так что автор третьей маковейской книги предрек в известном смысле то что все время произойдет в книге эстер нет такого указ такого подробного указа там просто сообщается о том что есть указ уничтожить всех иудеев персидского царства персидской империи подробного изложения нет но интересно что в септуагинте в греческом переводе книги эстер есть разного рода добавки среди этих добавок мы встречаем и постановление царя Ахашвироша уничтожить евреев вот эта добавка великий царь Ахашвирош или как сказано Артаксеркс начальствующим от мидии до эфиопии над 127 областями и подчиненными наместникам царствуя над многими народами и властвуя над всею вселенную я хотел не превозносясь гордостью власти но управляя всегда кор кротко и тихо сделать жизнь подданным постоянно безмятежным и соблюдая царство свое мирным и удобо проходимым до пределов его постановить восстановить желаемый для всех людей мир ровно те же самые слова которые произносят здесь в Теремии филопатах когда же я спросил советников каким бы образом привести это в исполнение то отличающийся у нас мудростью пользующийся неизменным благоволением и доказавший твердую верность и получивший вторую честь по царе Аман объяснил нам что во всех племенах вселенной замешался один враждебный народ по законам своим противный всякому народу постоянно пренебрегающий царскими повелениями дабы не благоустроилась безукоризненно совершаемое нами самоуправление и так узнав что один только этот народ всегда противится всякому человеку ведет образ жизни чуждой законом и противясь нашим действиям совершает величайшие злодеяния чтобы царство наше не достигло плута состояния мы повелели указанных вам в грамотах Амана поставленного над делами второго отца нашего всех женами и детьми всецело истребить вражескими мечами без всякого сожаления и пощады двенадцатый день двенадцатого месяца Адара настоящего года чтобы эти и прежде и теперь враждебные люди опять тот же термин что и в третьей Маковейской книге быв в один день насильно низвергнуты преисподнюю не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца а значит судя по всему то что произошло как некий литератур литературная цепочка заимствований это вот что автор третьей Маковейской книги видимо находился под влиянием книги эстер поскольку добавки в греческую текст книги эстер видимо были сделаны позднее по крайней мере некоторые из этих добавок изначально текст был достаточно достаточно следовал массарицкому автор третьей Маковейской книги написал свою историю которая повторяю как мы увидим явится антитезы книги эстер а вслед за тем книгу эстер в греческие тексты эстер были добавлены тексты некоторые из них испытали на себя влияние третьей Маковейской книги вот этот указ Ахашвироша подробно излагаемый в греческом переводе это один из примеров такого текста который как бы был создан под влиянием третьей Маковейской книги так или иначе хотя и об этом еще будем говорить хотя и книга эстер равна как и третья Маковейская книга описывает события которые никоим образом не были документированы в каких бы то ни было внешних источниках и та и другая книга в каком-то смысле являются мрачным пророчеством которое постоянно реализуется в судьбе народа израиля но каждый раз это то что та надежда которую мы вели сегодня каждый раз замыслом наших врагов уничтожить народ израиля в конечном счете терпят фиаско и народ израиля несмотря на тяжкие потери все-таки удостаивается спасения на каковое мы и сегодня тоже уповаем на этом я поставлю точку нашим сегодняшнем разговоре если у вас есть вопросы и замечания то самое время озвучить сейчас пожалуйста что касается молитвы ханы то какую именно молитву ты имеешь ввиду то что называется ширадхана или потому что там есть две молитвы одна очень короткая в самом начале текста где она обещает Богу что если у нее родится сын то она его отдаст в храм в святилище в шелок эта молитва очень короткая она молится молится шепотом да дает некий обет да это вот короткая молитва я считаю что это органичная часть рассказа а вот что касается ширадхана во второй главе то это судя по всему текст который был псалмический текст который был вставлен в книгу Шмуэля и у него есть переклички с одним из псалмов ну ты говорил что молитвы в Танасии до второго храма молитвы не в Танасии не приводятся нет я не сказал такого я сказал что длинные большие молитвы такого типа как вот мы сейчас видели а также такого типа как мы встречаем в книге даниэля княгины хэми таких молитв действительно практически нет есть одно единственное исключение это молитва царя шлумо при открытии храма я сейчас не хочу слишком вдаваться в эту тему но есть достаточно оснований полагать что текст этой молитвы в своем окончательном виде был сформулирован тоже в эпоху второго храма у него есть явные переклички с текстами второй исаи вот а короткие молитвы есть их не очень много их действительно не очень много но есть короткие молитвы еще я сказал что в книге берешит например не хватает молитв працы не озвучивают свои молитвы и поэтому в их уста впоследствии вкладывались есть опять же это не есть какие-то небольшие вкрапления и исключения но в целом молитв очень мало и поэтому мидраши например наполняют рассказы об Аврааме Ицкаке и Акове молитвами и Юсефе конечно еще вопросы замечания я вижу что алекс поднял руку хотите что-то спросить или сказать алекс рука есть а звук а да пожалуйста вопрос на самом деле а почему вот это вот третья третья маковецкая книга пусть ну если сравнивать с книгой эстер сколько времени прошло то есть записано почему вдруг она таким образом отразилась ну вот на на тексте во-первых сколько времени прошло это тоже вопрос неоднозначен да значит по языку своему книга эстер судя по всему принадлежит все-таки персидской эпохи возможно поздней персидской эпохи значит если сходить из этого между этой книгой и третьей маковейской как минимум несколько столетий проигли но это еще не значит что книга не может оказывать влияние в конце концов и другие анахические книги в первую очередь тора оказывает влияние на этот текст в самом по себе факте интертекстуальности и влияния нет ничего удивительного мы увидим и дальше переклички с книгой эстер удивительное здесь не столько в самом факте влияния сколько в том что то что мы опять же увидим в дальнейшем что автор третьей маковейской книги стремится создать нечто противоположное к книге эстер основа та же смертельная угроза нависшая над еврейским народом вследствие козней народных властителей и чудесно и спасения но но то как это все происходит совершенно носит совершенно иной характер полемический по отношению к книге эстер с книгой эстер вообще есть немало проблем мы это еще обсудим дальше есть еще вопросы замечания я вижу саша вы тоже хотите что то спросить у вас рука поднята саша нет я не поднимал руку это не моя рука чужая чужая ну хорошо есть еще вопросы замечания или вы на этом ставим точку сегодня если вопросов нет то мы тогда сегодня спасибо 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 большое спасибо на